Итак, всем доброе утро. Доброе утро. Хеллоу, бонжур. Я в городе Киев. Вернулся из Одессы. И собираемся в наш виртуальный бэтмидраж. Виртуальный бэтмидраж. Шалом, шалом, Лефименко Антон. Яков Шатанин нас смотрит из Израиля. Все. Шалом. Давайте писать, кто откуда. Приятно видеть сразу, что вот весь мир. Шалом оттуда, шалом оттуда, привет оттуда, привет оттуда. И все будут видеть, представляете, как... И каждый раз, каждое утро удивляться, в какую уникальную эпоху мы живем. Что можно утром собраться. Я сижу в Тиеве. И тут шалом из Израиля, шалом из Барнаула. Шалом из Махачкалы и из других прекрасных мест мира. Из Санкт-Петербурга, Артур Шафранский. Шалом, Артур. Помню Артура, вот как раз мы все на годе встречались. Все. И сегодня мы... Сегодня мы продолжаем изучать пятую главу Пертьевод. И сегодняшняя наша глава... Бриск. О, Наташа Блала из Бриска. Класс вообще. Сегодняшняя наша глава... Сегодняшняя наша мечта... Село Утконосовска. Дерни, не меня. Село Утконосовка. Измаильский район. О, Запорожье. Хорошо. Сегодня у нас мечта очень как раз по моей специализации. По моей специализации мечта... Полностью я ее как бы смогу хорошо объяснить. Потому что я ее понимаю. Есть четыре качества у учеников. Четыре из качества у учеников. Так как моя главная специализация это... Вот я сегодня как раз буду делать новый курс для Российского экономического университета имени Плеханова. Постдипломное образование. Научись учиться. Как обучаться быстро. И вот сегодня у нас мечта как раз про обучение. Как совпадает. Все удивительно. Значит, про образование. Есть четыре качества у учеников. Четыре качества у учеников. Первое качество у учеников называется быстро слышит и быстро теряет. И в этом случае отца с хоробой вседо. В этом случае его награда, она уходит в убыток. То есть, что имеется ввиду? Значит, как человек устроен? Человек устроен следующим образом. Вот он рождается. У него есть пустой как бы компьютер. И есть у него главная программа выживать. И его главная цель в этом мире вначале набрать знаний для выживания. Он должен запомнить объекты. Это мама, это папа, это опасная собака. То есть, он должен запомнить, где объекты, которые помогают ему выжить, где объекты, которые помогают ему умереть. То есть, опасная собака, какая-то огонь и так далее. Запомнил он. Дальше ему дают слова для того, чтобы он научился взаимодействовать с другими людьми. Ему говорят, вот тут надо сказать здрасте, тут до свидания, тут пожалуйста, тут спасибо, тут тут, тут все. Его начинают обучать. Потом его обучают какой-то профессии, чтобы он выживал. И вот у человека он должен запомнить какие-то слова и конструкции и ритуалы для того, чтобы взаимодействовать с окружающим миром. И дальше он должен научиться каким-то навыкам, каким-то действиям. Кто-то учится там шить туфли, кто-то учится землю пахать, кто-то учится программировать компьютеры. Ну, неважно, в общем, человек должен научиться какому-то навыку для того, чтобы в этом мире что-то производить. Вот, в принципе, вот это вот вся система обучения. И тут нам приходит Тора и говорит, секундочку, сейчас Бог тебе сообщает, кто ты есть. Прекрасен человек, который создан по образу Бога. Тора тебе сообщает, как Бог сотворял мир. Тора тебе сообщает, как молиться. Тора тебе сообщает, что такое хорошо, что такое плохо, что добро, что зло. И дальше обучение, это нужно все это запомнить. Нет, вначале нужно понять. Понять. Потом, когда ты это понял, ты должен это запомнить. А потом ты должен сделать выбор, делать это или не делать. Потому что, когда у тебя есть в голове много очень информации, тебе нужно выбрать. Или ты делаешь это, или ты делаешь другое. Но ты не можешь, я не могу сейчас выбрать, например, поехать в Гонолулу. Почему? У меня нет информации вообще. Ну, про Гонолулу я еще могу выбрать. То есть, у меня слово Гонолула есть в голове. Но я не могу выбрать поехать туда, про что я не знаю. Понятно, да? Теперь, здесь нам сообщает Мишна Пертьявод, что есть четыре типа учеников. Есть ученики, которые быстро запоминают и быстро теряют. То есть, они не быстро запоминают, которые быстро понимают и быстро забывают. То есть, он понял, такие быстрые, да? Понял, понял. Но он тут же понял и тут же забыл. Теперь, его награда за то, что он понял, она уходит в убыток, потому что он забыл. Какая разница, то, что он понял, если он сразу забыл. Дальше. Второй тип учеников, это Кашелиш Моа. Он тяжело понимает, тяжело понимает и тяжело забывает. У него и отца Эвседо Бесхаро. То есть, у него его Эвсед, его потеря, то, что он тяжело понимает, она меньше, чем его прибыль от того, что он запоминает. Понятно, да? То есть, есть два вот этих качества. Первое качество – понять. Второе качество – запомнить. Понять и запомнить. Если человек понимает, но не запоминает. Если человек тяжело понимает, но запоминает. Значит, если их сравнивается, то лучше тот, который тяжелее, медленнее понимает, но надолго запоминает. Что значит лучше? Зачем это нам написано? Обещают комментаторы, например, есть два человека в семье, два брата. Один быстрый такой, он быстро запоминает, быстро хватает. Пожалуйста, сядьте. Как раз у меня вот два сына, и сложно сказать, кто быстро понимает и кто хорошо запоминает. Но если есть ситуация, когда есть в семье два сына, например, один быстро понимает, такой сообразительный, но не запоминает. А второй такой медленный, туповат, но запоминает. И есть деньги, и есть деньги, положите телефоны, пожалуйста. И у них надо, да, и нужно отправить, нужно отправить одного из них только учиться в Ешиву, из деньги на одного. Кого отправить? Тот, который быстрый, такой умный, но не запоминает. Или тот, который медленно понимает, но запоминает. Так вот, говорят комментаторы, нужно в Ешиву отправить того, который запоминает. Того, который запоминает, а не того, который быстро понимает. То есть быстро понимает, это не такое уж большое, не такое большое качество. Дальше третье, третий тип учеников. Он быстро понимает и тяжело забывает. И этот называется, это хорошая доля, и он называется такой человек хахам, мудрец. Вот он становится мудрецом, он быстро понимает и тяжело забывает, хорошо запоминает. И четвертое качество, это он тяжело понимает и тяжело запоминает, и не запоминает, быстро забывает. Это написано, попался ему плохая доля. Говорят комментаторы, что интеллект это подарок от Бога. То есть интеллект у кого-то быстро, у кого-то медленно, это подарок от Бога. И ну то есть здесь ничего не поделаешь. Кто-то быстро запоминает, кто-то медленно, кто-то так далее. Но, но, жизнь человека, она не от этого зависит. Жизнь человека зависит от правильности выбора. Вот смотрите, что получается. Есть у интеллекта человека, есть первое качество, запомнить. Первое качество, понять. Вот я сейчас рассказываю какую-то информацию, но я уверен, что все, кто меня слушает, понимают. Да? Поняли? То есть я говорю простым, понятным языком, все понятно. Это первое качество интеллекта, понять. Второе качество интеллекта, запомнить. Вот тут уже возникают сложности. Как раз я сегодня буду делать этот курс, который называется «Научись учиться». Но я этот курс, это было первое, чему я научился, когда пошел в Ешиву. И потом, когда я начал изучать личную эффективность уже после 30 лет, первое, что я научился, это как запоминать и как структурировать информацию, чтобы ее запоминать. Это первое, чему я научился, это самое главное. Когда ты в среднем возрасте уже начинаешь учиться, у тебя уже жесткий диск заполнен. То есть ты уже, в принципе, знаешь о жизни в 30 лет все, так тебе кажется. Ну, все, что нужно для выживания. И запоминать новую информацию после 30 лет становится сложно. Мозгу она не нужна. То есть это все, просто ты все понимаешь, но тебе ничего уже неинтересно и не важно. И вот мне повезло, что я после 30 лет научился именно запоминать. Второе качество интеллекта, это умение запомнить нужную информацию. Третье качество интеллекта, и вот это самое главное, это то, что определяет жизнь человека. Делать правильный выбор. Потому что, когда у тебя есть информации много в голове, даже самой правильной, какую дорогу выбрать? Перед тобой две дороги, три дороги, пять дорог, перегресток семи дорог и так далее. У тебя внутри есть ленивая корова, которая тебе говорит, сиди, отдыхай, ничего не делай, сиди в зоне комфорта. И у тебя есть в голове вот этот вот фантазер-мечтатель, который может выдумывать себе любые воздушные замки, потому что воздушные замки выдумывать легко. У тебя есть много вокруг системы людей, которые каждый пытается на тебя влиять. И жизнь человека определяется тем, что он выбирает. Но выбрать он может только из того, что он знает, или из того, что ему советуют. То есть он не может выбрать то, чего у него нет информации. И вот здесь как раз Тора, она нас учит, как правильно делать выбор. Это мы прошли вторую главу Мишли, вторую главу Пертеевод. Она полностью была посвящена выбору. И кто позже присоединился к нашим урокам, найдите, пожалуйста, вторая глава. Мы изучали, прям есть вторая глава, и там полностью вторая глава про выбор, как выбирать. Теперь, дальше у человека есть внутри, вот это то, что называется ецерара, злое начало. И это злое начало, то, что называется, я называю это внутренняя корова. В БМА, вот это животное, внутреннее животное. Оно человека ведет все время в неправильном направлении, в животном направлении. И оно, это внутреннее животное, оно появилось раньше, чем появился у человека интеллект. То есть маленький ребенок, у него нет еще интеллекта как такового, у него нет слов. У него внутри есть маленькое животное, потом на это животное одеваются правила поведения, а потом на правила поведения одевается сверху Тора. И как сделать так, чтобы Тора управляла, Тора управляла твоими выборами? Это нужно первое понять Тору, второе нужно Тору запомнить, а третье нужно уметь выбирать все время то, что тебе говорит Тора, а не то, что тебе говорит твое внутреннее животное. Теперь вопрос был, как запоминать. Здесь Мишна была пертевод, значит она такая. Тот, кто учит для того, чтобы обучать, тому с неба помогают изучать и обучать. И на базе этого я вас все время прошу, что когда вы изучаете что-то, вот мы изучаем вместе, да, какой-то урок, выберите, пожалуйста, три вещи, которым вы потом обучите другого. Зачем я это прошу сделать? Потому что в перте вот сказано, тот, кто учится для того, чтобы обучать, тому с неба помогут и понять, изучить и обучить. То есть появляется двойной аспект. Первый, твое внимание, когда ты знаешь, что тебе придется это кому-то потом рассказывать, оно включается в два раза мощнее. Включается свойство ума, которое называется логика, умение выделить главное. И включается то, что называется сията дешмая, поддержка небес, потому что когда ты что-то делаешь, чтобы помочь другим, тебе с неба начинают помогать. Понятно, да? То есть тот, кто учит, изучает Тору для того, чтобы обучать Торе, тому с неба помогут и изучать, и обучать. То есть ты и поймешь глубже, и сможешь кого-то обучить, получить за это награду с неба, то есть идет сията дешмая, поддержка небес. Дальше продолжает Мишна. Тот, кто учит для того, чтобы делать, то есть когда ты не просто изучаешь информацию, Бог сказал так правильно, так правильно, так правильно, ты учишь для того, чтобы это применять. Ты говоришь, я буду делать только то, что Бог мне сказал делать. А мы уже знаем из первой главы, делай его волю, как ты делаешь свою волю, чтобы он выполнил твою волю, как его. Этим отличается праведник от неправедника. Праведник, он делает волю Бога, праведник делает волю Бога, выполняет все время то, что Бог ему сказал делать, выполняет заповеди, и у него накапливается вот этот резонанс с Богом, и потом праведник в молитве просит что-то, что ему нужно, и Бог выполняет то, что просит праведник, потому что он с Богом уже как одно целое стал, выполняя волю Бога, ты с ним соединяешься в резонансе как в одно целое. Теперь дальше, поэтому тот, кто учит, изучает Тору для того, чтобы делать, то есть выполнять, сразу ты изучаешь, и ты спрашиваешь, что я сразу буду делать после того, как я поучусь, что я сразу из этого применю, тому с неба помогают изучить, обучить, сохранить, запомнить и сделать. Все, то есть это то, что нам всем поможет стать мудрецами, хохамами, то есть быстро понимать и тяжело забывать, это обеспечивает другая мечта, учишь для того, чтобы обучать, то есть ты сразу записываешь свои выводы, сразу же разделяешь, вот это вот у меня есть система, система сверхобучения 4П, 4П это она полностью основана на Торе, я просто ее сформулировал как система сверхобучения 4П, Что ты учишь, 1П, выдели 3 главных вещи, что я понял, 2П, запланируй 3 действия, что ты планируешь сделать, 3П, запланируй 3 людей, которых ты обучишь, обязательно 3 раза надо вслух рассказать, и 4П, повторить, потому что сказали мудрецы, тоже из перте, вот такая мешна, тот, кто учит и не повторяет, похож на того, кто сеет и не собирает урожай. Все, вот на этом мы изучили сегодня мешну в перте, вот, каким образом стать, какие есть 4 типа учеников, и мы параллельно выучили, как стать третьим типом, то есть хохамом, быстро понимать и не забывать. И это прекрасный удел в мире, когда ты умеешь из окружающего мира взять новые знания, умеешь эти знания понять, запомнить, применить и потом собрать урожай, потому что все, что есть в жизни человека, это следствие его решений. А решение человека, это следствие его знаний. А знание человека, это следствие того, где он их получил и как он их запомнил. Все, у нас есть полная схема, чем заниматься, и я сегодня как раз должен вот это все сформулировать в один общий курс, и скоро появится курс в Российском экономическом университете имени Плеханова, с Божьей помощью, постдипломное образование, курс Искака Пентусевича, научись учиться. Все на базе Тора. Все, дорогие друзья, напишите, пожалуйста, свои три вывода из сегодняшнего урока, и пользуйтесь этой системой в своей жизни, то есть применяйте ее, и будет все у вас великолепно. Все, с Божьей помощью, прекрасного благословенного дня, начинается пора, вот сейчас закончились осенние праздники, и начинается новый цикл, прямо те, кто прошли осенние праздники правильно, они, илуль месяц, они для себя сделали то, что называется хишбон нефеш, самонаблюдение, самооценка, в Рошашана приняли решение, в Йом-Типур освободились от прошлого, от прошлых грехов, в, значит, Суккот наполнились радостью, радостью, радостью наполнили свои решения, и сейчас в Симхат Тора порадовались получению Торы, что у нас есть инструмент, который позволит выстроить свою жизнь, это Тора, это как раз была радость Торы, Симхат Тора, последний день, и мы начали сейчас читать книгу Берешит, мы начали как раз сейчас первая глава Торы, в начале сотворения Бога в небо и земли, и вот сейчас каждый из нас сотворяет свой следующий год, я вам желаю, чтобы вы сотворили следующий год, чтобы все было хорошо, как сказал Бог, что это очень хорошо, то мы вот прям, чтобы вы сделали себе очень хороший год, все, всем удачи, успехов, поделитесь уроком, напишите комментарий, и присоединяйте больше людей к порталу ВАИКРА, потому что мы изучаем Тору, и есть очень много полезных таких уроков здесь, все, удачи, успехов, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok